Добрый вечер на часах 20-30. Время новостей на канале Несей в студии Ксения Митрофанова. И вначале коротко главная тема выпуска. Вице-премьер правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович и губернатор Виктор Толоконский в Москве рассказали, как идет подготовка к Красноярскому экономическому форуму. Какая тема станет основной? Свыше 4000 зрителей посетили церемонию открытия Рыгинского турнира в Красноярске. Какие поединки пройдут во второй день чемпионата? Красноярский театр имени Пушкина разыскивает мебели, предметы интерьера середины прошлого века. В каких постановках будет использован старинный реквизит? Синоптики рассказали о скором потеплении. Какими будут последние дни января в крае и ждать ли хорошей погоды на предстоящей неделе? Мозговой штурм вместо длинных выступлений в Москве обсудили форматы особенностей Красноярского экономического форума 2016. В этом году основной его темой станет развитие России в соответствии с программой «Стратегия 2030». Участники форума в формате открытой дискуссии обсудят перспективы всех отраслей экономики на ближайшие 15 лет. Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович особо отметил, он считает, что именно такой формат поможет прийти к верному решению. По какому именно пути пойти России в целом и каждому региону в частности, чтобы экономика развивалась максимально эффективно? В дискуссиях уже традиционно примут участие российские и зарубежные эксперты, министры и бизнесмены. Как и обычно, основным форматом будут не пленарные заседания, не длинные выступления со сцены, а мозговой штурм. Максимальный дискуссионный формат, интерактив. И это позволит услышать голос не только ключевых участников, но и значительной доли участников форума в целом. И в экспертном сообществе, и в наших ключевых ведомствах точки зрения на стратегию различаются. Поэтому мы рассчитываем, что в рамках форума будет эта дискуссия продолжена. И по результатам этого мы выйдем на понимание общей архитектуры и структуры стратегии, а также сроков ее разработки. Подготовка к ЭФУ вышла на завершающую стадию. Уже решены практически все организационные вопросы. Составлена программа форума. Он традиционно стартует с молодежного дня поколения 20-30. Студенты ведущих университетов России под руководством известных экспертов, менторов и бизнесменов займутся проектированием собственных инициатив. Основная программа начнется 19 февраля с обсуждения образа будущего России в соответствии со стратегией 20-30. В ходе пресс-конференции губернатор Виктор Толоконский выразил особую благодарность научному сообществу нашего региона. Ведь программа развития нашего края разрабатывалась при их активном участии. А теперь нам важно услышать мнение экспертов. Край решает многообразные и масштабные задачи развития. Мы находимся уже на такой завершающей стадии подготовки стратегии развития края до 30-го года. И нам очень важно здесь и результаты дискуссии, и позиции ученых, позиции федеральных органов власти. И к другим темам. Сегодня во второй день Ирыгинского турнира разыграли медали в семи весовых категориях у мужчин и женщин. В предварительных поединках сошлись борцы из России, Японии, Монголии, Казахстана и других стран. Вместе с красноярцами болела за наших спортсменов Ольга Тишенина. Ей слово. Ирыгинский турнир считается престижнейшим состязанием по вольной борьбе. Выступать здесь в Красноярске мечтают спортсмены со всего мира. На турнир в этом году приехали порядка 300 представителей из 9 стран. Из США, Японии, Казахстана, Монголии и Греции. Во второй день турнира на ковер вышли больше сотни спортсменов, которые борются за медали в семи весовых категориях. Вот так выигрывают поединок. На ковре борются представительницы отнюдь не слабого пола. За плечами у этих девушек уже не одна победа. Серебряная призерка чемпионата России прошлого года Надежда Третьякова не без труда, но все же вырвала победу спортсменки из Монголии. Первая сладка всегда тяжелая. Тем более девушка из Монголии тоже опытная. Пришлось не потрудиться. Чуть не попалась, но удержала свои баллы. И выиграла ее. Оцениваю я. Конечно, хочу быть в финале. Постараюсь в том, что будет в моих силах. Копасть в финал, выиграть этот турнир. Вообще дают интервью борцы неохотно, а спортивное суеверие. Ведь до финала еще несколько поединков. Сегодня на турнире заканчиваются женские соревнования. Девушки борются в четырех весовых категориях. Больше всего представительницы сборной России. Но на пятки наступают сильные монгольские и японские спортсменки. Была очень сложная схватка, потому что тактику российской спортсменки сложно угадать. Ярыгинский турнир – это серьезное соревнование. В прошлом году я его проиграла и очень хочу победить на этот раз. Преподнесли соревнования и первые сюрпризы. Четырехкратный победитель Ярыгинского турнира, участник Олимпийских игр в Лондоне, красноярец Анзор Уришев, проиграл вторую схватку молодому спортсмену из Махачкалы. Легендарный тренер президента Академии борьбы Дмитрий Миндиашвили говорит, соперники, конечно, очень сильные. Но наши спортсмены им не уступают. К тому же у нас в сборной много молодежи. Приятно, что молодые ребята и девчата хорошие очень. Ну, они еще не дошли до того уровня, что нужно. Но главное, что у них есть характер, у них есть жажда быть сильными, тренироваться и так далее, и так далее. И будут у нас хорошие, сильные будут ребята. Есть молодые очень, талантливые. На подобии, как Сайтиев, как Елинин. Но есть такие. Главное, что есть, у нас база есть, из кого готовить спортсмена высокого класса. А мы это умеем, так что я думаю, что мы порадуем наших настоящих. Мужчины сегодня борются в трех весовых категориях до 125 килограммов. В воскресенье последние поединки стартуют в 10 утра. А уже вечером пройдет церемония награждения и закрытия турнира. Приходите поддержать наших спортсменов и смотрите прямые трансляции с поединков в интернете. Ольга Тишинина, Всеволод Никитин. Новости. Кстати, о нашем прославленном земляке Иване и Рыгине собираются снять художественный фильм. О том, кто готовится сыграть великого борца. О некоторых секретах съемок расскажут завтра наши коллеги в программе «Итоги». Также в воскресном выпуске интервью с министром здравоохранения края Вадимом Яниным о ситуации с заболеваемостью гриппом в нашем регионе. Насколько край обеспечен лекарствами и в каком режиме будут работать врачи. А корреспондент «Итогов» Сергей Доставалов побывал в Енисейске и посмотрел, как идет реставрация. Уникальные дымоходы, системы вентиляции, подземелья и неожиданные облики зданий под слоем штукатурки. Какие еще секреты хранит Енисейск? Об этом завтра в 18.30 в программе «Итоги». Крупная авария сегодня произошла на мосту через Енисей на глубоком обходе Красноярска. Водитель фуры с иркутскими номерами не справился с управлением. В результате большой груз врезался в легковушку и притащил ее несколько метров. Затем врезался в металлическое ограждение и заблокировал проезжую часть. Удар был такой силы, что у грузовика оторвало кабину. Пострадавших в этой аварии нет. А вот пробка на мосту образовалась внушительная. Метра в 20 видимости было. Туман сильный был. Фура догнала. Туман, гололед. И все меня понесло. Ударился в отбойник. И все. Фура дальше пролетела. Я давал сжаться сюда, чтобы еще кто-нибудь не въехал. 12 домов в микрорайоне Ветлужанка. В Красноярске сегодня остались без холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии. Утечка произошла у дома по улице Стасовой 29. Потоки воды устремились на Вильсково, затопив проезжую часть. Специалисты уже обнаружили место порыва. Правда, пока непонятно, когда в микрорайоне восстановят водоснабжение. На время ремонтных работ организован подвоз воды. Получить информацию по аварии можно у дежурного по телефону 211-49-63. Напомню, это уже второй порыв от Ветлужанки за эту неделю. Далее традиционная рубрика «Помоги». Сегодня ее герой Михаил Пастухов из села Таяты Каратурского района. На протяжении 5 лет молодой человек борется с болезнью. В 20 лет врачи поставили ему диагноз «анопластическая эпидемома». Это опухоль головного мозга. Доктора уверены, это заболевание лечится. В чем нуждается Михаил и как ему помочь? Все же эти далее. Сил нету ничего. Слабость постоянная. Сплющитая почти сутками. Ничего делать не могу. С болезнью Михаил Пастухов борется уже 5 лет. Но опухоль появляется снова и снова. Три операции делали в Красноярске. Еще две в Новосибирске. Врачи предполагают, что опухоль в голове могла возникнуть от сильного удара. После армии пришел и через год после армии начала болеть голова. Врачи отправили на МРТ, сделали МРТ, у меня опухоль оказалась. Врачи говорят, что да, может быть, от удара. Ударился я только один раз головой в армии. Сейчас Михаил под пристальным вниманием врачей и родных. Постоянная слабость, головные боли. После очередной операции частично потерял зрение. Последнее обследование показало, в голове снова появились 4 новообразования. В институт Мишалкина нам необходимо сейчас подать документы, чтобы пройти учевую. Но у вас есть такая вероятность, что нам могут отказать. Что там много зон, которые нужно облучать. И они могут не взяться. Ну или частично как-то. Новосибирские врачи посоветовали родным обратиться в онкоцентр в Санкт-Петербурге и сделать радиохирургическую операцию, в ходе которой поражаются лишь больные клетки. Ее стоимость вместе с реабилитацией 390 тысяч. Близкие говорят, денег нет. Уже все в кредитах. Последняя надежда на помощь неравнодушных людей. У него поставлен диагноз анапластическая пендемома. Может быть кто-то из врачей может откликнуться и помочь нам. Может кто-то из людей болел таким заболеванием и исцелился. Может они могут поделиться, как это у них получилось. Но мы очень надеемся, мы не хотим сдаваться. Мы хотим бороться. Мы хотим, чтобы он жил. Оказать благотворительную помощь и возможность вернуть к нормальной жизни Михаила Пастухова можно позвонив по телефону 8-953-257-5167. Сейчас поговорим о погоде. Последние выходные января не принесли в наш регион ощутимого потепления. В краевом центре к вечеру столбики термометров опустились до отметки минус 23 градуса. Хотя на севере края сейчас достаточно комфортная погода. Екатерина Погорелова выясняла, когда же придет тепло и каким будет февраль. Есть слово. Тепло в Красноярск так и не пришло. Напомню, по прогнозам синоптиков, сегодня в субботу должно было быть минус 15-17 градусов. Но весь день температура воздуха не поднималась выше минус 20. В некоторых районах города и вовсе с утра было минус 30. Но надеемся, что все-таки завтра потеплеет. И по прогнозам должно быть минус 12-14 градусов. Ночью чуть-чуть холоднее. Минус 21-23 градуса. По северу у нас на юге Таймыра небольшой снег. Ветер юго-западного направления. 13-18, порывы до 22 градусов. Переволожная температура ночью 13-18, а днем 10-15. В Ивенки и в Турюханском районе здесь ожидается местами небольшой снег. Переволожная температура ночью 18-23. В Ивенки до 30 градусов. А днем 10 состоит 11-16, понижем до 22 градусов. В начале следующей недели будет достаточно тепло. В понедельник синоптики обещают минус 11-13 градусов. А вот снега пока не прогнозируют. Такая погода продержится до середины следующей недели. В связи с потеплением ожидается, что обострится ситуация и на дороге. Возможно, будет гололедиться. Безусловно, смена климатических и погодных условий сказывается на поведении участников дорожного движения. При потеплении, как правило, ожидается гололед. В связи с этим мы рекомендуем водителям выбирать ту скорость движения, которая позволит им контролировать все дорожное движение. Тем, кто собирается за пределы города, мы рекомендуем выбирать общую скорость, в которой движется транспортный поток. Заранее необходимо узнать прогноз погоды. И, наверное, молодым водителям, у которых недостаточно опыта вождения, мы рекомендуем в некоторых случаях воздержаться от дальних загородных поездок. Тем водителям, которые не уверены в своих действиях, мы также рекомендуем заранее перед поездкой узнать прогноз безопасности. И наши советы, наверное, относятся к пешеходам, которым мы рекомендуем при переходе проезжей части выбирать самые безопасные места и не рисковать, перебегая перед близко движущимся транспортом. Январь в этом году оказался достаточно холодным. Теплые дни можно пересчитать по пальцам. Синоптики говорят, что среднесуточные температуры были ниже нормы на 6 градусов. Холоднее было только в 2010 году. Но каким будет февраль, мы расскажем уже в понедельник. По предварительным прогнозам, 30-ти градусных морозов не ожидается. Екатерина Погоревова, Павел Пателицын. Новости. Красноярский театр Пушкина разыскивает мебель с середины прошлого века. Она станет реквизитом для нового спектакля «Земля для Эльзы» по пьесе Ярослава Пулиновича. Премьера состоится 16 марта. По задумке художника для постановки нужны комоды, буфеты, этажерки, столы, стулья 40-50-х годов, машинка-зингер, старые кинескопные телевизоры, чемоданы, табуретки и салфетки с вышивкой. В театре рассказывают, конечно, в их цехах могут изготовить любой нужный предмет, но вещь с историей создает на сцене особую нужную спектаклю атмосферу. Красноярцы, которые готовы подарить театру реквизит, могут обращаться по телефону 250-48-59. Люди очень живо откликаются на подобные просьбы. Например, когда мы ставили спектакль «Вии», нам принесли более 50 рушников. Мы просили рушники, спектакль украшен рушниками, они самые разные. Некоторые люди передавали и говорили, там, этот рушник был на моей свадьбе, например. Какие-то были вещи важные для людей с историей. Вообще, люди на удивление, вот я поняла, что люди хотят, чтобы дорогие им вещи, вещи старинные, они жили новой жизнью, продолжали жить. Например, недавно позвонил пожилой мужчина и сказал, что он очень хочет, чтобы мы взяли шкаф 1913 года. То есть шкаф, которому больше 100 лет, есть у него дома, и он хочет, чтобы у него появилась, ну, какая-то новая жизнь, тем более сценическая жизнь. Телефон редакции новостей 236-01-36, адрес в интернете 3W-ENISEI-TV. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До свидания.